Пробрался, пострелял, попозировал и на одного российского уголовника стало больше. Как популярный актер превратился в террориста и как на это реагирует профессиональное сообщество, подробнее Данил Русаков. Он в Москве. Видео, наглядно показывающее, как именно террористы на Донбассе соблюдают перемирие, теперь топовое по количеству просмотров в интернете. Боевики так называемой Донецкой Республики и приглашенная звезда российских сериалов. Место действия – подступы к Донецкому аэропорту, в котором уже несколько месяцев подряд украинские киборги держат оборону. Заслуженный артист России Михаил Пореченков в каске с логотипом пресса открывает огонь в сторону украинских позиций. Ну, не российских же. И он явно не в тире, как оправдывается потом. В месяц лицедеем синхронно стреляют и террористы. Союз журналистов Москвы отреагировал на это видео стремительно. Сегодня утром там составили заявление. В нем действия Пореченкова просто размазали. По всем международным нормам корреспондент не имеет права брать в руки оружие. К тому же Пореченков в сфере СМИ – это почти лже Дмитрия на троне. В Москве никто и не припомнит, с каких таких пор он успел стать представителем прессы. В одном из своих заявлений говорит «Я схватил первое попавшееся». Извини, мой дорогой, чему ты не взял там что-то другое, не одел свой там берет или свой котелок. Все сообщество кинематографическое должно извиниться перед журналистами. Отправить Пореченкова под суд призывает и беглый российский бизнесмен Альфред Кох. На своей странице в Фейсбуке он разместил вот это заявление. Действия заслуженного артиста, настоящая уголовщина, незаконный переход границы, участие в составе бандформирований и далее по списку. А для российских журналистов Пореченковщина – опасный прецедент. Их жизнь поставлена под угрозу. Надписам прессы теперь никто не будет верить. Впрочем, Пореченков уже в Москве для украинского правосудия недоступен. Сегодня вовсю раздавал интервью. Виноватым себя он, кстати, почему-то не считает. Моя цель была приехать помочь ребятам. Просто поддержать их, чтобы они понимали, что они брошенные. Кстати, подробностям интервью актер давать отказался. Наши звонки он просто сбрасывал. По всей видимости, Пореченков не знает, что придумать, что сказать украинской аудитории. Для российской придумать несложно. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Пореченков стрелял не только по позициям сил АТО, но и по мирным жителям. Устроил сафари на горожан в Донецке на Киевском проспекте. Об этом в Фейсбуке написал советник главы СБУ Маркиан Лубкиевский. Он же сообщил, что за это развлечение российский актер заплатил боевикам 50 тысяч долларов. По тысяче за человеком. После такого заявления мы хотели услышать комментарий самого Лубкиевского, чтобы уточнить детали, но он на телефонные звонки не отвечает.